едем из метро уже закупились продуктами погода пасмурная вчера был ливень проливной просто весь день без остановки я думаю к вечеру тоже будет дождик мне такая погода больше нравится потому что ну ты себе достаточно комфортно чувствуешь нет это изнуряющей жары уже красота воскресенье конечно никуда выходить нельзя потому что очень много людей очень везде много людей большинство выходной сегодня и все семьями выбираются мы зашли в торговый центр а там просто негде яблоко упасть мы перекусили и поехали уже в метро метро тоже много на кассе наверно только минут 30 стояли так что все воскресенье даю слово больше никуда не выхожу ни по каким магазинам кстати сейчас будем проезжать такое здание как эта архитектура выбрана не очень хорошая не знаю так отличается черного цвета вот этот дом у меня на пальчики по-моему какое-то офисное здание да скорее всего ну как-то уныло смотрится хе-хе-хе-хе а небо прям такое московское серое тяжелое да вот это здание это офис да потихонечку немножечко дождик покапывает мелкий-мелкий деревья уже немножечко желтеют природа не обманешь и к нам пришла осень сейчас уже будет скоро надо будет одевать куртки какие-нибудь жилетки будет прохладно поэтому в Анталии не всегда как сказать солнечная погода светит солнце вот уже какой день серое небо и горы все-таки в тумане в такой дымке вот так красиво вот так красиво вам наверно плохо видно сами горы вон они вдалеке вдалеке видяется скоро наверное потихонечку и снег там уже ляжет на вершинах еще чуть-чуть осталось и если все будет хорошо будет время обязательно съездим зимой туда мне очень понравилось снегу много красота и дорога очень красивая туда пока едешь на этот спуск горнолыжный очень красивая дорога вот такие виды открываются просто шикарные я правда на лыжах не катаюсь и ну просто посмотреть на людей себя показать снег посмотреть вон 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 народ переходит дорогу совершенно где им удобно будет трасса мне кажется если бы они жили в Москве они бы и мукат с легкостью переходили вот прям вот просто вот с легкостью без всяких там препятствий просто перескакивали бы через этот мкат тут на дорогах надо быть очень аккуратными очень то есть и машина может выехать откуда угодно а че там все а о свадьба ура поздравляю а да о чем я и машина может выехать откуда вообще ты не ожидаешь и так же может человек выпрыгнуть поэтому водить машину в Анталии довольно таки сложно мне кажется кто хорошо водит машину в Анталии после этой школы в Москве просто будет как так сказать детский сад потому что у нас ну более дисциплинированный хотя у нас тоже хватает разных как это сказать хулиганов на дороге кто любит похулиганить но тут их через одного то есть в каждой машине и в каждой машине сидит шумахер в кавычках да кстати народ уже кто в курточках кто в футболках кто в шортах в общем все по-разному но я думаю что уже надо утепляться какую-то жилетку купить с пуховой ну как пуховичок чтобы не застудиться потому что ветер уже очень прохладный очень холодно уже такой ветерочек ну дома видите какие как народ живет такие старенькие домики но здесь зато очень хорошие большие квартиры практически везде у всех по два балкона по два туалета вот старые дома и тут квартиры большие это точно кстати некоторые уже там допустим сносят и строят новые на этом же месте здесь вообще очень хороший район такой вы знаете для жизни просто прекрасный инфраструктура хорошая и вообще куча-куча разных магазинчиков и он довольно-таки такой тихий район кстати очень много иностранцев сейчас я стала заметить ну заметила очень много иностранцев люди разных национальностей я люблю этот район красота здесь и до моря близко и до транспорта любого очень близко вообще вообще отличный район так что если кто-то заинтересуется или соберется переезжать в Анталию пишите мне комментарии я может быть какое-то подробное сниму видео для вас расскажу где что как чего если кому интересно будет подписывайтесь друзья на мой канал всех рада буду видеть будем общаться пока 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 я